логика меня не подвела впрочем пионерская форма в 21 веке впрочем девочки здесь я застыл на месте не в силах сделать ни шагу очень хотелось убежать подальше отсюда подальше от этого автобуса ворот статуй подальше от этой чертовой птицы с ее сиестой просто бежать бежать свободно словно ветер бежать все быстрее маша рукой пролетающим мимо планетам подмигивая галактикам бежать став лучом пульсара превратившись в реликтовое звучение бежать навстречу неизвестности бежать куда угодно но подальше отсюда тем временем девочка подошла ближе улыбнулась ее красоту я не смог не отметить даже трясясь от страха человеческие инстинкты работают вопреки сознанию и если только пять процентов мозга отвечает за мыслительную деятельность то остальные 95 всегда заняты поддержанием жизнедеятельности в том числе и обеспечивать стабильное функционирование гормональной системы мне так мучительно хотелось быть проще не думать протокольными фразами из большой советской энциклопедии но мысли появлялись в мозгу одна за другой глупые неуместны словно выдернуты из внутреннего монолога герой дренового детективчика в мягком переплете приятное славянское лицо длинные косы похожие на две толстые охапки свежескошенного сена и голубые глаза которых казалось можно утонуть привет ты наверное только что приехал ну да что же добро пожаловать она широко улыбнулась странно но передо мной как будто совершенно обычная девочка не стыдно вообще сюда возвращаться лучше уж в леса в поля но что делать дальше пытаться общаться с ней как с человеком бежать еще что-то в голове не выносимо стучала кровь разрывая ее изнутри еще немного и бедную пионерку забрызгать неприглядным содержимым моей черепной коробки что смешного девочка окинула меня взглядом по спине побежали мурашки задрожали колени ничего ну и славно славно что тут может быть славного внезапно захотелось плюнуть на все забыть о стоящем сзади автобусе вчерашней зиме и будущем леди скинуть чесоточный свитер и просто поверить что все это на самом деле что так и надо что так и должно быть что все от пен наверно знаешь лучшему тебе кважатой надо она все расскажет смотри сейчас идешь прямо прямо доходишь до площади затем налево дальше будут домики она показала в сторону ворот как будто я знал что за ними но спросишь у кого-нибудь где домик ольги дмитриевны я все понял а мне пора девочка помахала мне рукой и скрылась за воротами казалось что я для нее что-то такое нормально и весь этот цирк с автобусом путешествиями во сне и наяву волнует только меня а здесь все так как и должно быть пожатая ленинерская форма и что здесь устроили историческую реконструкцию надеюсь на этой площади я не увижу ленина на правильнике хотя сейчас меня и это не удивит постояв немного я направился в лагерь буквально через 50 метров слева словно из-под земли выросло небольшое одноэтажное здание вывеска рядом с дверью гласила клубы я уже было собирался подойти поближе вдруг открылась дверь и оттуда вышла невысокая девочка в пионерской форме на ее красивом лице как мне показалось муки за судьбы всего человечества смешались прямо таки вселенской грустью увидев меня девочка замерла будто бы от испуга я застыл на месте думая как лучше поступить подойти первым или подождать пока она сама проявит инициативу или все же бежать хотя именно этот вариант подкидывал постоянно лишь инстинкт самосохранения или по крайней мере хотелось так думать не самый плохой человеческий инстинкт но все же далеко не самый логичный сыграем партию в покер с дедуктивными способностями и результат был бы известен заранее а вот как раз эти способности или их некое жалкое подобие подсказывали что эту девочку бояться не стоит неожиданно из соседних кустов выскочил кто-то девочка в ярко-красной футболке с надписью ссср как точно соблюден антураж эпохи издалека она казалась совсем маленькой и наверное по возрасту была младше и той пионерки у ворот и этой на пороге клубов я собрался все-таки подойти как вдруг ссср так я мысленно прозвал ее подскочила к первой девочки и начала что-то говорить при этом яростно размахивая руками даже в свою очередь смутилась потупила взгляд и ничего не ответила я бы наверное так и наблюдал их занимательный диалог но ссср вдруг достала что-то из кармана и начала трястить им перед лицом первой девочки этим оказался кузнечик завизжала первая девочка видимо она не очень любила насекомых так как моментально убежала в сторону где по идее ленин когда-то читал речь о свершившейся рабочей крестьянской революции ну то есть в сторону площади ссср посмотрела на меня хитро улыбнулась и бросилась за ней неплохое начало сегодня я совершенно не знаю где я да еще тут какие-то дети играют в пионеров и все это судя по всему за тысячи километров от дома или вообще другой реальности и ведь реальности то есть все окружающее казалось настолько реальным хоть и несколько приукрашенным что я уже начал иногда забываться а вдруг вся моя жизнь до этого всего лишь сон и что теперь делать я ковырял носком ботинка трещина в плитах которыми была вымощена дорожка и бесцельно смотрел на здание клубов еще немного и все-таки придется что-то решать и тут я вспомнил как катался по траве и рыдал меня передернуло от отвращения наверное это еще один инстинкт когда все силы на нытье и жалость к себе израсходована организм либо впадает спячку либо мобилизует резервы видимо мой выбрал второй вариант потому что откуда ни возьмись появилась решимость понять что же здесь происходит а для этого необходимо насколько возможно вести себя по-мужски да просто по-человечески не ронять достоинства представителя моего мира я шел по дорожке слева и справа стояли небольшие домики по-видимому жилище местных пионеров в принципе снаружи они выглядели довольно уютно я сам хоть и родился в советском союзе никогда не был ни пионером не даже октябренком и представлял себе быт обычного пионерлагеря несколько по-другому огромные бараки средами железных койк подъем в шесть утра по сирене одна минута на то чтобы заправить кровать затем построение на плацу стоп или я что-то с чем-то пута неожиданный удар по спине я пошатнулся но стоял на ногах развернулся и уже приготовился стать героем спасая свою жизнь но передо мной стояла всего лишь еще одна девочка от удивления я открыл рот челюсть пола подними я закрыл рот тоже пионерская форма только на ней она сидела скажем так вызывающе как и все предыдущие девочки которых я встретил здесь это была весьма симпатичной но слишком надменное выражение на ее лице сразу отбил у меня всякое желание познакомиться поближе новенький значит ладно увидимся она грозно стрельнула в меня глазами и прошла мимо я подождал пока пионерка скроется за поворотом мало ли что она еще могла выкинуть